Правительство не возражает против уголовной ответственности за аборты, газета, общество. Елизавету Майдное правительство подготовило официальный отзыв на законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за аборт. На этой мере настаивают депутаты, РПЦ и представители общественных организаций. Они хотят законодательно приравнять аборт к убийству и на деле, а не на словах гарантировать данное Конституции право на жизнь любому человеку, включая эмбрионы. В законопроекте депутата Евгения Федорова, ЕР, предлагается наказывать за аборты на срок до года лишения свободы, причем не только женщину, которая решится на искусственное прерывание беременности, но и ее партнера, а также врача, который сделает такую операцию без необходимых для спасения матери медицинских показаний. Эксперты правительства рассмотрели этот документ и дали свою оценку. Ответ от 13 апреля 2015 года, номер 2169 ПП-12. Как выяснила газета, российское правительство ознакомилось с выводами экспертов и у него нет возражений против уголовной ответственности за аборты. Это предложение осталось без комментариев. Также в правительстве промолчали насчет предложения не оплачивать аборты за счет ОМС, за исключением прерывания беременности по медицинским показаниям. Сторонники запрета абортов считают это хорошим знаком, поскольку раз возражений нет, значит, все в порядке. По посчетам экспертов, на аборты в год из средств ОМС тратится около 6 миллиардов рублей, при том, что действительно по медицинским показаниям их делается всего 4-6%, а остальные – по желанию женщины или настойчивой просьбе ее партнера. В колонии абортов не бывает в доме ребенка при исправительной колонии номер 3 в Краснодарском крае 30 детей от рождения и до 3 лет. Их матери тут же отбывают срок. О том, как. Фоторепортаж «12 Россия», как и 10 лет назад, является абсолютным лидером в мире по количеству абортов. В год в нашей стране прерывается около 3 миллионов беременностей, из них около 1 миллиона – хирургическим способом, остальные – так называемые химические аборты, которые делают на ранних сроках с помощью гормональных таблеток в домашних условиях. Собственно, в законопроекте депутата Федора вошла речь о запрете химических абортов тоже. Но это нововведение поддержки экспертов правительство не получило. Поскольку, как следует из отзыва, такой запрет не позволит использовать данные лекарственные препараты в целях проведения допускаемого законопроектом искусственного прерывания о беременности, необходимого для спасения жизни матери. Также, по мнению чиновников, этот запрет может привести к росту числа гинекологических заболеваний у женщин, так как эти же гормональные лекарства используют и для лечения различных болезней. В правительстве не поддерживают и пункт законопроекта, в котором для проведения аборта требуется получение согласия супруга или партнера женщины. «Мы ожидали, что отзыв будет негативный, но по сути критики почти нет», — говорит газета. РУ. Президент Международного движения против абортов «Воины жизни» Дмитрий Баранов. Думали, что будут писать о том, что запрет на аборты приведет к росту женской смертности от криминальных абортов, но об этом тоже нет ни слова. Да и не подтверждается это статистикой. Так, Ирландия, где запрещены аборты, считается самой безопасной страной Европы для рождения детей и здоровья женщин. Поэтому, по мнению Баранова, нашей стране в законодательном плане надо максимально приблизиться к Ирландии. Там если проводится аборт по медицинским показаниям, врач все равно должен доказать, что если бы не прервали беременность и тем самым не погубили эмбрион, то мать сама бы погибла. Там закон защищает обоих пациентов, хорошо бы, чтобы и у нас так было, считает общественник. По его данным, в правительство собрано и направлено около 150 тысяч подписей противников абортов, которые требуют запретить убийство уже зачатых детей и остановить распространение ЭКО, где тоже массово умерщвляются уже жизнеспособные эмбрионы. Ольга Пономарева, эксперт рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере усиления гарантий права ребенка на жизнь, так называемые противоабортные поправки, при Комитете по вопросам семьи, женщин и детей, говорит, что основная борьба развернулась вокруг средств ОМС, выделяемых на аборты, против коллекторов, за самооборону сообщества юристов портала «Правовед.РУ» составила хит-парад самых полезных, по их мнению, законопроектов и поправок, которые могли бы. Поддержка за запрет аборта в обществе очень большая, включая патриарха Кирилла, который об этом говорил на своем выступлении в Госдуме. В РПЦ приходят тысячи возмущенных писем на эту тему, люди не хотят из своих налогов оплачивать убийство, объясняет Пономарева. Но против исключения госфинансирования абортов выступает глава профильного комитета Елена Мизулина, она сказала об этом на рабочей группе. Хотя эксперты из другого комитета по охране здоровья как раз этот пункт поддерживают и считают его правильным, отвечающим за опросом общества. В ноябре прошлого года в Храме Христа Спасителя ХХС прошел собор, посвященный как раз теме абортов. Его участники, которых было больше 400 человек из 40 регионов страны, даже предложили изменить Конституцию, чтобы закрепить в ней мысль, что жизнь человека возникает в момент зачатия, а следовательно, аборт, убийство, за которое должно быть наказание. В принципе, мы не требуем ничего невозможного, а хотим всего лишь исполнение Конвенции прав ребенка ООН, которую Россия ратифицировала еще в 1990 году, говорит газете. Один из организаторов соборов ХХС Павел Шапкин. В этой конвенции говорится, что ребенок ввиду его физической и умственной зрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, когда так и после рождения. Шапкин считает, что замечания правительства к законопроекту легко устранимы и по большому счету теперь нет особых препятствий для того, чтобы в Госдуме наконец рассмотрели и приняли этот закон. Другие актуальные материалы ежедневно на ваш e-mail.